всем привет дорогие друзья из солнечной алании всем привет сегодня среда сейчас 4 часа дня и как вы видите мы проезжаем пляж клеопатр а направляемся мы в сторону анталии зачем мы едем анталию в анталии у нас кое-какая работа но мы хотим вам также показать как обстоят дела в отелях мы остановимся в самом обычном туристическом отеле на пляже кони-алты в отеле есть конечно же бассейн в отеле есть пляжный бар в отеле есть ресторан и так далее в общем посмотрим как обстоят дела в отеле как происходит вся эта система как работать с тема вся все включено ну и конечно же сходим с вами наконец-то на пляж представляете на пляже мы в этом году еще не были столько у нас много работы столько поездок поэтому сходим на пляж тоже в алании у нас стоит жаркая очень очень-очень знойная погода температура воздуха больше 35 море около 25 но точно смотрите в описании к моим видео есть ссылка на метеорологический институт турции с температурой воды и воздуха во всех регионах страны ну а сейчас мы едем в сторону анталии и покажем вам все самое интересное все что там происходит поэтому друзья не забывайте подписываться на наш канал комментировать конечно же ставить пальчики вверх не забывайте о том что у нас есть группа на фейсбуке где мы постоянно постим каждый день разные фотографии прямые эфиры делаем видео и так далее ну и конечно же в описании к этому видео есть все остальные ссылки на бронирование отелей билетов на бронирование туров в турцию по скидкам поэтому обязательно обязательно смотрите ну и конечно же при первой возможности приезжайте в аланию и наслаждайтесь всем тем прекрасным и что может подарить этот город а сейчас объявляю наше путешествие открытым и надеюсь что вам понравится это видео наша первая остановка до анталии у нас закончился бензин и друзья вы многие из вас знают эту дорогу из алании в анталию и из анталии в аланию потому что именно по этой дороге вы все едете в аланию из аэропорта или обратно и ехать по этой дороге примерно два часа до анталии нам осталось совсем немного мы заехали на заправку и на самом деле я сама в большом-большом предвкушении от отеля потому что я читала много о том как обстоят дела в отелях все включено и скоро мы с вами узнаем и увидим сами заправки в турции очень хорошо обустроены здесь есть магазин и туалет ну и конечно же место где можно помыть машину вот сейчас айхан будет мыть машину помыть машину стоит по моему одну лиру да вы бросаете одну лиру для того чтобы получить пену и одну лиру бросайте сюда для того чтобы пошла вода в общем вот так вот сами совершенно свободно можете помыть машину сейчас обрызгаем всю машину пеной как я уже сказал стоит это всего одну лиру если машина очень грязная можно бросить еще лиру и помыть помыть два раза но система 2 лиры и за 2 лиры вы можете самостоятельно помыть машину спустя два часа мы уже в анталии сейчас заедем в один из торговых центров которые находятся на въезде в город это дипо и мол офф анталия в дипо мы были много раз а вот в мол офф анталия мы не были и мол офф анталии есть фудкорт в котором мы хотим поесть наш любимый искендер кебаб ну а потом поедем в отель и я покажу вам сам отель во все торговые центры в турции сейчас вход в масках и всем измеряют температуру но насколько я знаю кондиционеры работают в общем никаких проблем с посещением торговых центров нет и как вы видите сзади меня тоже кафе и люди спокойно сидят пьют чай кофе в общем отдыхают сейчас узнаем какие у нас здесь правила смотрите например в этом торговом центре одновременно может находиться семь тысяч семьсот сорок шесть человек и между людьми должно быть расстояние 2 метра что еще важно важно не забывайте пожалуйста маски измеряют температуру соблюдать социальную дистанцию и обязательно нужно продезинфицировать свои руки тогда свободно можно заходить торговый центр несмотря на то что этот это видео у нас не про шоппинг но друзья во всех магазинах просто супер огромные скидки 50 70 процентов два по цене одной вещи ну в общем очень очень много скидок и всяких интересных кампаний вот я вижу в обувном магазине скидки везде вот видите внизу везде 60 70 50 процентов скидки в общем просто супер News Ускенбер кеопа Ускенбер кеопа На фудкорте также все столы расставлены с мерами социальной дистанции по правилам и на экскалаторах вот так вот, видите, отмечено, где можно стоять и на каком расстоянии друг от друга. Везде разные метки, где можно стоять, где можно ходить и, конечно же, везде есть метки с указанием на то, что, пожалуйста, надевайте ваши маски. И стоят вот такие вот стенды, где можно непосредственно дезинфицировать руки. Мы уже приехали, заселились в наш отель. Вон отель сзади меня, я покажу вам нашу комнату и отель внутри чуть позже. Сейчас мы находимся на знаменитом пляже Кони Алте. Кстати, с этого пляжного бара мы делали раньше видео, поэтому в описании к этому видео обязательно смотрите. Искупаться мы сегодня вечером уже не успеем, потому что приехали поздно и нам нужно ехать по делам в центр города. Но сейчас вместе с вами пройдем на пляж, а потом в наш отель. Пляж Кони Алте на самом деле очень хорошо обустроен. И здесь вот такие вот дорожки, по которым ездят мотоциклисты и велосипедисты. Поэтому, друзья, нужно следить, чтобы на вас не наехали. Это дорожки специально, видите, специально для них. Здесь есть бесплатный Wi-Fi от муниципалитет. Здесь очень классная детская зона. Можно гулять, кататься на роликах, на детской площадке. И здесь очень-очень классный пляжный бар. Купаться на море с вами мы пойдем уже завтра. Точнее, в следующем видео. Поэтому обязательно подписывайтесь, кто не подписан, чтобы увидеть море. С утра в Анталии. А здесь вот такой вот классный пляжный бар. Мы его, как я уже говорила, на самом деле раньше снимали. Здесь очень красиво. С нашего балкона тоже открывается очень красивый вид. Но сначала давайте наконец-то сходим на море. Видите, здесь все вот в таких красно-белых цветах. И очень-очень красиво обустроено. Тоже лежаки стоят на таком определенном расстоянии друг от друга. Зонтики. В общем, очень классно. Завтра мы здесь с вами будем купаться. Ну, а сейчас идем к самому берегу Средиземного моря. Посмотрите, какая красота. Здесь на самом деле вот такая вот достаточно крупная галька. Но вода очень-очень красивая, голубая. Потрясающе. И как раз сейчас захват солнца. Очень много народу. Здорово. Очень здорово. Вот так вот выглядят анталийские пляжи в июле месяц. И, конечно же, сейчас очень много местных туристов купающихся. Но я видела в нашем отеле. И иностранцы заселялись тоже вместе с нами. Вот там вот расположен центр города. Тогда мы сейчас находимся в Кони-Алты. А в той стороне, вот там вот уже дальше, за горами, как раз расположен Кемер. То есть мы находимся посередине между Аланией, скажем так, и Демры, Кумлуджа и так далее. Если вы смотрели мое видео с этого пляжного бара в прошлый раз, мы его снимали, по-моему, в прошлом году. В общем, смотрите по ссылке в описании. И я говорила о том, что классно было бы искупаться именно на этом пляже. Так вот, друзья, мечты сбываются. Когда я бронировала отель, я даже не подозревала, что он находится напротив этого самого пляжа, именно этого пляжного кафе. В общем, не буду больше вас мучить своими рассказами. Оставляю вас с морем. А потом идем смотреть отель и нашу комнату. Оставляю вас с морем. Как вы видите, на пляже достаточно много народу. Пляж открыт, пляжный бар открыт, вход свободный. Естественно, все держатся на таком социальном расстоянии, которое предусмотрено. Но все достаточно свободно. Народ гуляет, отдыхает. И, кстати, друзья, сегодня, 15 июля, было подписано соглашение о взаимном восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией. Поэтому надеемся, что вы тоже скоро прилетите. А мы сейчас идем смотреть наш отель. Вот он, наш отель. И наш балкон расположен на втором этаже, прям с видом на море. Ночь в этом отеле на двоих стоит 300 лир. Поэтому, если вам будет интересно, если вам понравится этот отель, можете иметь его в виду. В этом отеле также есть бассейн. Расположен он вот здесь. Давайте я вам покажу. Но мы туда сходим утром. Потому что сейчас уже солнце зашло. Вот такой вот здесь бассейн. И сейчас пойдем с вами на ресепшн. Здесь, конечно, вот такая очень неудобная парковка машин. Но на первом этаже находится ресепшн. И наша комната. Вот такой вот здесь ресепшн. С такой красивой люстрой. И лифт, на котором мы сейчас с вами и уедем. Лифт открывается. Отель 4 звезды. Кстати, персонал в этом отеле очень приветливый. Потому что первые две комнаты нам не понравились. Не обращайте внимания на мой лост. Потому что мы целый день в дороге. Просто в попыхах все. Персонал очень классный. Первые две комнаты нам не понравились. И они нам предоставили очень классную комнату. Так я постоянно здесь путаюсь. Вот наша комната с видом на море. Айхан уже внутри. Сейчас он нам откроет. Друзья, самое главное в отелях это вот это вот покрытие. Потому что когда люди ходят, не слышно. Здесь на входе односпальная кровать. Здесь сразу ванна, туалет. Достаточно большая ванна. Есть фен, мыло. Всякие разные принадлежности. Стаканы, туалетная бумага. Здесь расположен душ. И вот такое вот большое зеркало. А там кондиционер. Ой. За зеркалом расположен кондиционер. Видите? Все есть полотенца. В общем, такой приятный чистый номер. Как я уже сказала, маленькая такая комнатка с шкафом. И основная комната. Здесь есть большой шкаф. Здесь есть все самое необходимое. Тумбочки, место для багажа. Мини-бар. Телевизор, кофе, чайник. Ну и, конечно же, самое главное в этом отеле это вид. Айхан здесь у нас уже отдыхает. Айхан, как дела? Манзара Нассо? А, красиво. Да, посмотрите, какой у нас здесь вид. Ну, конечно же, речка. Внизу расположен бар. А вид на море открывается у нас вот такой вот отсюда. Покажу вам еще вечером вид с нашего балкона. Потому что вечером и утром это совершенно две разные истории. Очень хочется искупаться, но мы, к сожалению, не успеваем. Очень хочется, друзья, искупаться, но мы, к сожалению, не успеваем. Потому что нам нужно ехать по работе в центр города, как я уже сказала. Но мне нравится. Почувствуем себя туристами на один день. Если говорить о моих впечатлениях, то я не вижу ничего такого необычного. У этого отеля, кстати, есть сертификат здоровья, так называемый, который он получает в Министерстве здравоохранения Турции. И отель такой приличный, хороший. И пляж Кони Алты. Завтра мы обязательно с вами сходим на пляж. И, конечно же, покажу вам завтрак в этом отеле. Как подают завтрак. Есть ли какие-то изменения, особенности. Потому что в отеле Афьоне, в котором мы были, все было открыто. Это обычный шведский стол. И ты сам брал, сам накладывал себе еду. Здесь отель, конечно, побольше. Здесь туристический район. Поэтому посмотрим, что здесь есть отличного от того, что предлагают отели в центральной Турции. В общем, вот такая вот у нас здесь красота. Мы сейчас готовимся, быстренько-быстренько едем в центр. А следующие кадры вы увидите уже с вечернего пляжа Кони Алты. Ну и, конечно же, друзья, обещала вам показать пляж Кони Алты ночью. Сейчас уже час ночи. Мы только что приехали. Наконец-то завершили все наши дела. Но сейчас поедем опять. В общем, показываю вам пляж Кони Алты. Как он выглядит сейчас. Несмотря на то, что час ночи, здесь достаточно людно. Люди отдыхают, гуляют. Наш отель тоже полный. Поэтому все, кто хочет, добро пожаловать в Аланию и в Анталью. А в этом видео я с вами прощаюсь. Я не знаю, темно видите вы, миля, или нет. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что оно вам понравилось. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал. И в следующем видео мы пойдем с вами купаться на этот самый пляж. В общем, будет очень классно. Подписывайтесь на наш канал. Все ссылки в описании на наши группы, на наши сайты. Будем рады вам. Заходите, смотрите, оставляйте комментарии, ставьте пальчики вверх. Ну а на сегодня я со всеми прощаюсь. Всем всего хорошего. Пока-пока.